Радиостанция «Народная волна Чикаго» 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 Когда совершенно всерьез журналисты, без всякого преувеличения, говорили о том, что Россия не переживет зиму без голода, хаоса, остановки материальных потоков и дальнейшего распада вслед за распадом СССР. Ну вот один пример приведу. Где-то буквально через пару недель после моего назначения ко мне приходит все руководство Петербурга, включая нашего нынешнего национального лидера, и сообщают, что запасов кормового зерна в городе осталось на два дня. После этого начнут дохнуть куры, а после этого, потому что все свиные и птицеводческие хозяйства, они были построены на приводном зерне, в первую очередь импортном. Я напомню, что Советский Союз импортировал в пике 45 миллионов тонн зерна. Сейчас Россия крупнейший уже с 90-х годов, крупнейший в Европе экспортер зерна, какой была, собственно, когда-то царская Россия. После этого начнут дохнуть куры и угрозы белкового голода для города, пережившего блокаду. И вот такого рода примера я выслушивал по несколько десятков в день. То есть это было состояние полного экономического коллапса при одновременном полном коллапсе государской машины. После того, как развалился СССР, что несомненно было трагедией, но он развалился, а вся экономика России управлялась союзными ведомствами. И военно-промышленный комплекс, и топливный, и энергетический комплекс, и транспорт, и все остальное. И поэтому параллельно с реформами по преодолению угрозы голода, хаоса и распада России, на основе создания элементов рыночной экономики, нам параллельно приходилось создавать еще с нуля фактически государственную машину. Потому что у России не было своей армии, своей валюты, своей границы, своей таможни, своего центрального банка. МИД Российской Федерации занимался выдачей виз, а никакой не внешней политикой и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, при всех сложностях, которые переживает российская экономика, конечно, что это абсолютно не сопоставимо просто. И что мне, безусловно, обидно, как одному из авторов российской экономической реформы, то, что, ну вот, либерализация цен, да, это одно решение, и все. И дальше, там, через какое-то время у вас начинают наполняться полки. Но какие-то реформы дают эффект с большим лагом. И они начали как раз давать этот эффект, вот, рыночная экономика, в начале 2000-х годов. И в этом смысле очень, я бы сказал, ну, некорректно, мягко говоря, если не сказать неприлично, когда нынешние лидеры страны рассказывают про 90-е, откуда они, собственно, сами родом. Значит, и вот, как бы, испытывая все плюсы тех реформ, которые были тогда проведены, ну, правда, сочетание с золотым дождем, нюхте долларов, рассказывают про 90-е, что они были преступные, мрачные, отвратительные, ну и прочее, прочее, прочее. Андрей Алексеевич, а если говорить сегодня об экономической ситуации, продолжая тему, да, то на чем оптимизм нынешних министров, включая премьер-министра Мишустина, на чем он основан? Можно как-то в двух словах, чтобы это не было такое чисто, знаете, как лекции, но просто в двух словах, чтобы можно было понять. Оптимизм. Или это просто бравада? В двух словах можно. Вот как вы себе представляете, выходит министром трибуну, или премьер-министр, и говорит, ребята, у нас наступает большая жопа. Ну, это было бы честно. Ну, вот это, ну, знаете, единственное, что в данном случае я бы отметил, что нигде в мире такого рода министров нет. Они говорят, да, есть временные трудности, но мы знаем, как с ними бороться. Ну, хотя, объективности ради, надо сказать, что пока, пока российская экономика переживает санкции, я не могу сказать, что безболезненно, конечно, нет, но гораздо лучше, чем ожидали многие пессимисты. То есть, безусловно, в этом году будет сильный спад всех макроэкономических показателей, сопоставимый, наверное, с пандемическим кризисом. Но, тем не менее, это, вот нельзя сказать, что экономика рухнула. То есть, спад будет, вот последние оценки, они становятся все более оптимистичными, и не только наших официальных экономических, но и международных агентств, что спад будет где-то 5-7%. Очень высокая инфляция. Она сейчас стала замедляться, но, тем не менее, будет не меньше 16%. Но, правда, ваши американские коллеги тоже инфляции похвалиться не могут, поскольку я знаю. Ну, или наоборот могут, смотрят, смотрят, какой стакан наполовину полон или наполовину полон. Да, да, это честно. Да, я бы не сказал, что у вас так очень плохо, а у нас прекрасно. Это было бы неправильно. А насколько вообще вот эти санкции Евросоюза и США серьезны? Потому что, ну, в пропагандистских шоу они говорят, что, ну, это, в принципе, да, проблемно, но не намного серьезно. А как вы видите? Вот в каких секторах особенно серьезно это сказывается? Санкции разные. Некоторые и по своему эффекту, и по своему содержанию. Простите меня за банальность. Некоторые откровенно глупые. Ну, вот, например, сейчас, вы знаете, наверное, Россию искусственно довели до дефолта. Деньги есть, желание платить есть. Американский Минфин не выдал лицензию на проведение платежей. Формально наступил дефолт. И теперь западные политики могут сказать, смотрите, мы так ударили по российской экономике, что она попала в ситуацию дефолта по государственным бумагам. Ну, или так бы, по крайней мере, говорил какой-нибудь наш Соловьев, Норкин, Скобеева и прочая всякая шушьба. Значит, но что произойдет дальше? Ну, инвесторы подадут в суд. Почти наверняка его выигрывают. И те деньги, которые замороженные, которые не разрешили использовать для погашения купонов, они, в конце концов, получат. После долгих судебных процедур многомесячных, они получат то, что они могли получить, собственно, вчера, условно говоря. Ну, понесящие соответствующие юридические издержки. Или, скажем, другой тип санкций, который лично у меня вызывает просто чувство искреннего протеста. Это сначала Евроклир стихийно заморозил валютные и ценные бумаги россиян. А теперь Евросоюз ввел санкции против так называемого национального расчетного депозитария. Это основной российский депозитарий, который взаимодействовал с европейским депозитарием Евроклиром. И теперь Евроклир получил юридическую основу для этой заморозки. Но реально-то это удар по части среднего класса, вот те продвинутые российские инвесторы, типа меня, которые покупали эти ценные бумаги. Вот Евросоюз лично у меня украл, по моим меркам, чувствительную и приличную сумму. Они что, всерьез думали, что вот эти инвесторы, у которых они сейчас украли деньги, они пойдут завтра Кремль штурмовать? Ну тогда IQ авторов этой идеи вызывает у меня большие вопросы. Но есть действительно санкции очень болезненные. И их болезненность будет нарастать. Я имею в виду одно из первых решений еще большой семерки, которые сейчас США еще усиливают. Это запрет на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Потому что Россия за последние 30 лет стала частью мировой экономики, частью мирового разделения труда, со всеми плюсами и минусами. И какие-то виды высокотехнологичной продукции мы просто не производим вообще. Ну или производим в очень малых количествах. Скажем, наиболее болезненная в этом смысле тема, ну учитывая российскую территорию, масштабы и так далее, это авиационная промышленность. У нас последний пассажирский дальнемагистральный авиалайнер был ручен в 2011 году. И мы летаем на Боингах, Аэрбасах, Бомбардия и что там еще есть. И понятно, что заместить их быстро невозможно. Значит, будут большие проблемы у российского авиационного транспорта, что, как вы понимаете, при российских территориях очень болезненно. Значит, во Владивосток на поезде можно доехать, а на Чукотку дальше только на Лених уже, в отсутствие, значит, самолетов. Ну или, скажем, 94% лекарственных субстанций импортные. То есть таблетки-то мы лепим сами, а лекарственные субстанции на 94% импортные. Они не все из западных стран, там много из Индии. Но тем не менее, ну я могу эти примеры множить и множить, мне хочется утомлять ваших слушателей, но понятно, что вот эти, проявление этих санкций, оно будет нарастать. По мере того, как будет не хватать комплектующих, запчастей, выходить из строя техника и так далее. Один последний пример. В мае месяце производство легковых автомобилей в России упало. Как вы думаете, на сколько? На процентов 80. 97. То есть это полностью остановилось, получается? То есть фактически в России в данный момент легковые автомобили не производятся, потому что в основном это были западные фирмы, а в России производилась просто сборка из западных комплектующих. Сейчас они ушли. АвтоВАЗ тоже использовал огромное количество импортных комплектующих. Вот за последнее время было три попытки запустить его конвейер, пока не удали. Но сейчас принято такое палеотивное, я бы сказал, решение. Значит официально российское правительство разрешило производить автомобили без АБС, ЕПС, преднатяжители ремней безопасности и подружек безопасности. Ну то есть с пониженными требованиями к экологичности и к безопасности. Ну я вот еще из того поколения, который ездил на Жигулях, я помню, у меня был всегда в багажнике, ящик с запчастями, лжи я умел менять тормозные цилиндры. Ну вот сейчас мы будем юные поколения этому обучать, чтобы чувствовали себя мужчинами. Но это привет какой-то из 70-х, как я понимаю. Ну извините. Андрей Алексеевич, а тоже... Опять будем производить москвич. Эти люди моего поколения, ну и вашего. Это чудо автомобильной техники. Но в принципе, из точки А в точку Б попасть можно было. Да, и тормозить можно было ногой на поворотах. Было такое тоже. Андрей Алексеевич, если в двух словах объяснить, вот такое сейчас стало популярным, не выражение, а даже словосочетание, параллельный импорт. Что такое параллельный импорт? Ну это старый советский опыт. Теперь, кстати, официально узаконенный тоже постановлением правительства России о том, что можно ввозить в Россию товары без согласия их правообладателя. Ну, особенно, что это важно в тех случаях, когда есть там какие-то патенты, лицензии и так далее. Ну, то есть, официально отменили право интеллектуальной собственности. Значит, ну и в Советском Союзе это, кстати, работало. Со скрипом, но работало. И сейчас наверняка найдется огромное количество фирм на Западе. Я даже не удивлюсь, и в Соединенных Штатах. Может быть, наши деньги, знаете, это такая вещь заманчивая. Заманчивая. Которые будут через третьи страны, через фирмы-прокладки. Ну, там много разных способов есть. Ну, вот эти товары поставлять в Россию. Конечно, это будет все время риск. Конечно, это будет резко удорожать, импорт. Ну, большие люди не будут рисковать бескорыстно. Но я вам приведу один пример. У меня же была долгая академическая карьера до правительства. Я вот работал в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР. Не помню, по-моему, в 81-м году. Ну, в общем, самый разгар рейгановских санкций после Афганистана. Такие жесткие санкции, запрет на подставку... Все то же самое. Запрет на подставку в СССР в отходе технологической продукции, включая компьютеры. Сейчас наш академический институт, ну, я не знаю, сам он это сделал или там через какое-то управление в Академии наук, покупает американский компьютер. Прекрасно. Но в Норвегии. И называется он почему-то не IBM, а НОВА. Но все остальное, в общем, было абсолютно, значит, адекватно. Ну, вот вещи подобное будет и сейчас. На самом деле успех этого параллельного импорта, конечно, в значительной степени зависит от того, насколько западные лидеры жестко будут проводить линию на так называемые вторичные санкции. Андрей Алексеевич, насколько, вот, коль мы уже говорим о параллельном импорте, насколько российская экономика будет сейчас зависеть от поставок из Китая? Насколько Китай будет доминировать на российском рынке? Ну, понимаете, какая вещь? Во-первых, еще раз повторюсь, вопрос о вторичных санкциях. Вот эти вот гаджеты, там, вот я айфоном пользуюсь, пока еще, значит, права принадлежат, как мы знаем, Apple. Но производят их, конечно, в Китае, на весь мир. Ну, соответственно, дальше, вот, если ваш, значит, президент Джо, Байн Байден, значит, скажет, китайцы будете поставлять айфоны в Россию, все закрываем для вас в американский рынок. Они не будут поставлять в Россию, потому что, конечно, американский рынок для них намного интереснее, важнее и дороже. И масса такого рода примеров. Второй момент. Китай, он все-таки не технологический лидер. Это такая всемирная мастерская. Поэтому, опять, вот вопрос, насколько жесткими будут так называемые вторичные санкции. Конечно, Китай с превеликим удовольствием, превеликим удовольствием будет сбывать в Россию свой ширпотреб, особенно который не находит применения в Америке или на европейских рынках. Ну, например, китайские автомобили, которые не очень сильно отличаются от оригинальных российских. По качеству вы, значит. Но залатать вот эту вот беру в поставке именно высокотехнологичной продукции полностью Китай, конечно, не сможет. Китай не производит самолеты. Поэтому вот проблема с дальнемагистральными самолетами, которая сейчас перед Россией стала очень остро, Китай решить не может. Единственное, что он может, ну, тут желающие, я не случайно, найдется еще некоторое количество, вот, он нам просто перепродавший этот, там, Airbus или какой-нибудь, там, 737-й Boeing, вот и все. Но это не будет оригинальная китайская продукция, я вовсе не имею в виду. Ну, что китайцы огромным удовольствием делают, так же, как и дорожественные Индии. Они покупают российскую нефть в огромное количество сейчас. Нефть в Индию поставки увеличились, если мне память не изменяет, чуть не в 20 раз. Ну, могу пробраться, но сильно очень. Но с дисконтом к европейской цене примерно в 30 долларов. Вот и все. Андрей Алексеевич, кстати говоря, про Джо Байдена, хочу сказать, что когда он что-то говорит, надо очень настороженным быть, потому что, учитывая его возраст и память, он может или забыть что-то сказать, или сказать что-то не так, и это может восприниматься довольно серьезно. Поэтому мы тоже очень опасаемся, когда Джо Байден что-то говорит. Андрей Алексеевич, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, через пару минут вернемся, оставайтесь с нами, и мы продолжим. Спасибо большое. Мы возвращаемся в программу Политинформания, радиостанция «Народная волна Чикаго», ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. И продолжаем беседу с российским государственным деятелем, ученым, экономистом, доктором экономических наук, первым министром экономического развития в новейшей истории России Андреем Нечаевым. Андрей Алексеевич, вы с нами? Андрей Алексеевич, не дождаться такого лесного представления. Я еще забыл сказать, что вы являетесь академиком Европейской Академии Наук, Искусств и Литературы. Нет, без литературы, просто наука и искусств. Наука и искусств, окей. Я являюсь членом Союза Писателей России, это да. О, вы видите, у нас всю передачу заняло, значит, объявлять вас. А у нас еще вопросы есть. Андрей Алексеевич, честно говоря, я думаю, что очень многие были удивлены тем, насколько Европа зависела в газовом и, значит, нефтяном отношении от России. Как так получилось? Можете как-то объяснить, почему Европа так зависима, сейчас вот ее, как бы, экономический спад связан именно с санкциями против России? Газофикация Европы была такова? Ну, это, мне кажется, это абсолютно нормально. Вот я же сказал, что Россия стала на каком-то этапе нормальной частью мировой экономики, мирового разделения труда. Другое дело, что вот я бы предпочел, чтобы в этом мировом разделении труда Россия играла роль представщика высоких технологий, а не сырья и газа по трубе. Ну, пока так. Это началось еще с советских времен. Я напомню, что знаменитый провод «Дружба» был построен в советские времена, по которому до сих пор продолжают европейские страны получать нефть. Ганопроводы тоже были построены в большей части, вот кроме северного потока и южного потока, еще в советские времена, поэтому это сложилось не в последние, там, 10 лет. И поскольку раньше до изобретения технологии сжижения гана газ был, собственно, привязан к трубе, ну, просто труба из России, несмотря на ее просторы, все-таки она короче, чем труба из Америки. Вот и все. Андрей Алексеевич, вы хотели добавить что-то, да? Да нет. А, окей. Такой вопрос. Сейчас идет большой спор о том, какой должен быть российский рубль. Сегодня, по-моему, или вчера, могу ошибаться, было объявлено о том, что рубль сравнялся по отношению к доллару и евро. И это было объявлено как большим достижением. Вот, наконец-то, за последних, там, 10 лет случилась такая радость. При этом, насколько я знаю, министр финансов Силуанов не сильно этому обрадовался. Он, наоборот, говорит о том, что ослабление рубля выгодно российскому бюджету. Как вы смотрите на то, что происходят вот такие танцы с российским рублем? Так же, как с министра Силуара. Значит, более того, я вас еще порадую или огорчу, не знаю. Сегодня курс евро был ниже, чем курс доллара на московской бирже. Но в самом начале нашей встречи я сказал, что мы сейчас можем говорить об условной конвертированности рубля и об условном курсе с учетом того, что до сих пор еще действует значительная часть, они сняты, но значительная часть еще действует, ограничений на валютные операции. Ну, например, нерезиденты не могут выводить валюту на рубеж. Нерезиденты из недружеских стран. Значит, российские граждане могут покупать валюту, но только ту валюту, которая поступила в кассу банков после 9 апреля. Ну, то есть, в переводе на русский язык, это означает, что я могу купить только то, что продала моя соседка, образно говоря. Ну, и еще целый ряд валютных ограничений не сохраняется. Плюс из-за санкций и разрыва логистических цепочек драматически сжался импорт. Сейчас эту статистику перестали обнародовать, поэтому есть только оценки, что импорт сократился где-то на 50%. Ну, с соответствующим снижением спроса на валюту. Поэтому о курсе можно говорить только с большой осторожностью, что он отражает реальную ситуацию в сравнении с той, которая была бы, если бы не все эти «бы» импорты и валютные ограничения. Но то, что этот курс не комфортен для бюджета, вне всякого сомнения. Потому что бюджет верстался под курс примерно 71-72 рубля за доллар. А сегодня он был где-то там между 58 и 59. То есть экспортеры недополучают доходы, что для экспорта ориентированной страны, которой является Россия, конечно, болезненно. И в конечном итоге бюджет не дополучает доходы. Я вам приведу только один пример. Так называемый импортный НДС. То есть НДС, которым облагались импортные товары. Вот последние данные, которые были опубликованы, они всегда сшли с большим западыванием, а теперь еще и закрытили. Значит, его недобор был 50% по сравнению с предыдущим периодом. Поэтому, конечно, я об этом не раз и говорил, и писал, конечно, сейчас российские власти будут предпринимать осторожные усилия по ослаблению рубля. Хотел бы еще добавочный вопрос. Мы уже говорили о нефти. Сейчас Европейские Союзы и Штаты разрабатывают санкции по ограничению цены на российскую нефть. Как вы считаете, они смогут договориться? Возможно ли это? И к чему это может привести? Вот вы знаете, я тоже в начале нашей передачи говорил о том, что некоторые санкции откровенно глупые. Вот это пример откровенно глупых санкций. Вот нефтяной эмбарго, который Европа ввела, очень болезненно она его уводила с вступлениями, с продвением сроков и так далее. Но тем не менее, если эта нефтяная эмбарго будет выполнена реально, и действительно поставки нефти в Европу сократятся на 90%, как предусмотрено этим решением, то, конечно, это будет для российской экономики болезненно. Пока высокие цены на нефть и газ, они компенсируют недобор за счет снижения поставок. И еще недавно у России была, это, конечно, удивительная ситуация, страна под санкциями, а у нее рекордные положительные сальдо платежного баланса. За все времена. Ну, потому что нефтегазовые доходы растут, как снежный ком, импорт сжимается, и вот такой неожиданный результат. Но это было бы, конечно, действительно болезненно. А вот эти вот разговоры о том, что мы вам там цену установим, я не знаю, вообще на Западе много хороших экономистов. То ли их не спрашивают, то ли... Я не знаю, кто выдаёт такие рецепты. Мне, по-моему, как круглым идиотом надо быть. Ну, серьёзно, если нефтетрейдер говорит, мне наплевать, что вы там установили, я дешевле 70 долларов продавать не буду. Дальше вы можете 20 ставить там. Найдите способ, как вы мне заплатите 70, а я и дальше там, пожалуйста, рапортуйте о выполнении любых санкций. Ну... Ну, нефть... Нет, да, вообще любой товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить, сколько продавец хочет за него получить. Аж и я, те, рыночные экономики. Точка. Как они это будут отслеживать, я не представляю себе. Ну, хорошо, там говорят, значит, мы запретим страхование танкеров, которые будут перевозить нефть по цене выше установленного вот этого порога. Ну, во-первых, капитану танкера совершенно безразлично, сколько стоит та нефть, которую он перевозит. Ну, уверяю вас, найдется огромное количество желающих составить липовый контракт из страховой компании, где будет написано, что нефть вообще была подарена. Прямо за один доллар отдали. Страхуйте смело. Андрей Алексеевич, вот, готовясь к нашей передаче, я обнаружил очень интересную карикатуру. Показана, значит, граница между Россией и Белоруссией. На одной стороне стоит, значит, президент Путин почему-то в платочке, Маши, значит, тоже платочком, уходящему Александру Лукашенко, который держит чемоданы под мышкой, в руках и говорит, не волнуйся, Владимир, я скоро вернусь. Такая очень интересная карикатура. Можно ли сказать, что белорусская экономика находится в руках российского президента или российской экономики? Ну, в значительной мере, конечно. Конечно. Лукашенко долгое, долгое время вот как-то теляти, которые двух маток сосет, он долго пытался, вот, значит, получать плюсы и от российской экономики, в первую очередь, за счет дешевых нефтепродуктов и гада, которые белорусские заводы перерабатывали и подпоставляли дальше на экспорт. Значит, он очень неплохо себя чувствовал, когда после первых крымских санкций и особенно контрсанкций российских, который закрыл рынок для целого ряда потребительских товаров, у нас все магазины были наводнены креветки из Белоруссии. Белоруссия крупная морская держава активно выращивает креветок и поставляла их в Россию. Значит, это вообще к вопросу о вот умных и не очень санкциях и контрсанкциях тоже. Значит, с другой стороны, вот, он пытался там как-то заигрывать с Евросоюзом. Но, конечно, после провальных и фальсифицированных выборов президентских видимо игры с Евросоюзом закончились ну, если не навсегда, то надолго. И поэтому сейчас, конечно, Александр Горгорыч в значительной степени заложник российской экономики и российской политики, потому что европейские рынки для белорусских товаров закрыты, поэтому остается остается только Россия. Андрей Алексеевич, если вы обратили внимание... Я не говорю о прямых. денежных выплатах мы регулярно даем Белоруссии кредиты значит, в долларах, которые она регулярно не возвращает. Ну, наверное, не скоро возвратит, ну, может быть. А такой вопрос, если вы обратили внимание последнее время, участились аресты в военных, так называем, военных институтах, которые занимались разработкой, наверное, военной техники и в экономических вузах, и в экономических вузах, но в основном те, кто производят военную технику, известно, что военная техника дорогая на мировом уровне. А что вы думаете по поводу, ну, вот, например, ареста директора института артиллерии и зенитных установок, по-моему, фамилия его Грудинский. О чем это может вообще говорить? Почему именно сейчас стало это случаться? Ну, я не знаю этой конкретной истории ее подоплеки, но я думаю, что силовики демонстрируют, кто в лапке хозяин. Но, честно говоря, меня гораздо больше работают другие аресты. То, что недавно человеку, муниципальному депутату московскому, Бориного, далее семь лет реальной тюрьмы за выступление на Совете муниципальных депутатов, где он призвал не проводить детские праздники, пока идет война, он получил это семь лет. У нас не за всякое убийство дают семь лет. Никогда не дают за изнасилование, за вооруженный грабеж и тому подобное. Семь лет реальной тюремного срока. Вот это нарастание вала такого рода репрессий меня, честно говоря, беспокоит гораздо больше. Это был, кстати, первый приговор по делу от называемых фейках в российской армии, но начало положено. А штрафы уже имеют просто массовый характер. Административное наказание, которое, если оно повторяется еще раз, следует уголовное. И вот последний прецедент, который активно обсуждался в социальных сетях и в общественности, когда человек получил штраф в 30 тысяч рублей за то, что слово специальной военной операции написал в кавычках. Значит, ему обвинение предъявили в том, что он иронизировал тем самым над российской армии. 30 тысяч. Ну, спасибо, что не тюрьма, но у человека будет административку везет. Андрей Алексеевич, если говорить о тех, кто уезжает, на ваш взгляд, есть ли какие-то данные по поводу отъезда именно людей с экономическим образованием и, естественно, компьютерщиков? Является ли это на сегодняшний день такой критической проблемой? Или, в принципе, отъезд не настолько серьезен? Ну, вы знаете, ведь статистики-то нет никакой, поэтому мы можем только угадать, но я вот недавно, пару недель назад выступал перед айтишниками, меня попросили, значит, вот целая очень успешная айтишная команда из Твери уехала. Уехала, вот они сейчас в Батуми, ну, айтишник, вы понимаете, все равно где работали, был компьютер и интернет, вот, и их там целые комьюнити. Ну, конечно, это, конечно, это потеря. Но, насколько это массовый характер, но если честно, говорю, мы не можем судить, потому что просто нет данных. то есть, еще данные об уезжающих есть, а кто из них айтишника, кто там журналист, кто правозащитника, кто бомж, мы не знаем. Ну, про каких-то личных связей. Андрей Алексеевич, а что бы вы могли сказать о молчании Алексея Кудрина и о успехах Эльвири Набиуллиной? Ее считают богом в банковском деле? Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос для людей, в том числе, моего круга, можно ли сотрудничать с режимом, понимая, каков он. Мой покойный друг Егор Тимуревич Гайдар, ну, правда, он ушел уже больше десяти лет назад когда была другая ситуация, как-то сказал и публично, и узком кругу, знаете, я один раз уже получил на руки разваленную страну, я не хочу, чтобы с моей родины это повторилось еще раз. Поэтому, ему задавали как раз примерно такой же вопрос, Егор Тимуревич, а зачем вы там помогаете правительству, даете какие-то советы, рекомендации и так далее, вот он ответил вот так. да, я с ними не согласен, но я буду им помогать, потому что речь идет о судьбе моей страны. И многие исходят из такого принципа малых дел. Или, что называется, не навреди. То есть, ну, помешать сделать еще большие глупости, чем те, которые и так делаются. Я думаю, что, ну, это как человек, как вы понимаете, решает для себя сам. Вот, ну, вот, это все мои добрые друзья и товарищи. Ну, я думаю, что они отвечают на этот вопрос для себя вот так. Что касается эльвировских обезадований, то, ну, знаете, первая реакция Центрального банка на украинские события, понятно, что его не информировали. И для нее, я думаю, был таким же сюрпризом, как для нас всех. Не она принимала это решение, точно. Первая реакция была, конечно, большим элементом паники. Просто откровенной паники. Удвоение ключевой ставки, введение запретительной комиссии на покупку валюты на бирже, запрет на продажу валюты гражданам, то, что еще осталось, запрет на трансграничные операции для нерезидентов, запрет на продажу целых бумаг и резидентами, что, кстати, тоже еще остается, введение обязательной продажи 80% валюты, ну, я бы сказал, такая избыточная реакция с явными элементами паники. Но, но, тем не менее, мы должны с вами честно признать, что во многом благодаря усилиям Центрального банка ситуация была отчасти нормализована. Мы с вами там обсуждаем этот странный курс, да, но мы обсуждаем странный курс 58 рублей за доллар, а не 158, который вполне мог быть. И худо-бедно банковская система работает, российская. Есть большие проблемы с переводом денег за рубеж и с получением денег оттуда. Не работают карточки западных банков за рубежом, понятно, но и для оплаты в интернете за рубеж. Но, честь и хвала Центральному Балку, что в России он создал и систему карточных платежей, поэтому все эти мастер-карты и визы они в России как раз работают. В магазине можете расплатиться. Значит, благодаря альтернативной системе. И работают без всяких сбоев системы мирбанковских платежей, включая так называемую систему быстрых платежей, если вы, например, переводите друг другу деньги, то просто три кнопки и деньги уже у вас. Вот за это мне кажется, действительно можно Центральный Банк похвалили. В профессиональном смысле. Андрей Алексеевич, вот вопрос не касающийся экономики. Пару лет назад на одном из пропагандистских шоу депутат Железняк, по-моему, Сергей Железняк оскорбил вас. И наблюдая эту картину вы спустились вниз по лестнице и я уже надеялся, что вы, будем так говорить, дадите ему в морду, выражаясь русским языком. Вас разняли, не дали такой возможности, о чем я очень пожалел, потому что Железняк заслуживал от вас такой реакции. Скажите, вот люди, которые, почему вот у Железняка и вот этой современной компании такое хамское отношение к тем, кто строил экономический фундамент России. Это зависть, это отсутствие культуры. Почему? Это все вами перечислено. Ну, кстати, могу вас порадовать. Да, хотелось бы. Под дыхание ему все-таки дал. Я не знаю, попал это в кадр. Нерожилению нет. к сожалению, нет. Я в руки даже сломал мне палец в итоге. Я выдергивал руку от него. Вот. Во-вторых, собственно, с чего начался этот инцидент, значит, он долго рассказывал, что вот тяжелейшее наследие они получили. А что я сказал, я уже не помню, когда это было, вы 16 лет уже у власти и все ссылаетесь на какое-то наследие. после чего он сказал, что мы разговаровали страну. Значит, успехов-то немного. Вот пока работали позитивно экономические реформы 90-х в начале нулевых лился золотой точь нефтедолларов и продолжались какие-то структурные реформы в рамках продаваемой программы Греба. Да, экономика шла вперед, были темпы 8-9-10-12 процентов годовых. А с 2008 года все. Все. Да, вот даже без падения этого года средний темп просто 1%. Мы отстаем от развитых стран. Мало того, что мы отстаем в технологиях, мы просто отстаем в масштабах. Валиться то нечем реально. Пенсионеры по помойкам простите меня лазают? Ну, тогда точно надо искать виноватых. Андрей Алексеевич, признайтесь, когда виноваты всякие Байдены, Шольца и не к ночи помянутые Макроны, вот, ну и типа меня пятой колонны. Ну, понятно. Андрей Алексеевич, признайтесь, когда едете в машине, что слушаете, Битлз или поющие гитары? Никто, не другое. Я раньше ушел эхо Москвы пока она была жива, а теперь слушаю, поскольку эхо Москвы больше не существует, теперь слушаю бизнес. А перед сном читаете Агату Кристи или братьям вайнеров? Нет, перед сном я читаю экономические сводки, это лучше способствует сну. Вообще нет, вы знаете, это самый серьезный вопрос, мы вот дома сейчас обсуждаем, у меня это не комар для меня не оправдывает, но у меня вот современная современная именно литература она честно говоря большого интереса не вызывает. Мне кажется настолько реальная жизнь богаче, я что-то читаю там улицкую ну мало, вот настолько реальная жизнь богаче и интереснее я сказал более захватывающий чем вот те фантазии, которые нам преподносятся в рамках высокой литературы чтобы мне действительно вот интереснее читать публицистику чем романы. Андрей Алексеевич последний вопрос у нас буквально 20 секунд мы это запрос задаем всем нашим собеседникам куда плывет или идет российский корабль? В болото. В болото. Печально, печально. Андрей Алексеевич огромное спасибо вам за это интервью мы долго его ждали мы хотим пожелать вам всего самого наилучшего берегите себя семью пусть у вас все будет замечательно и красиво и мы не прощаемся мы надеемся с вами еще побеседовать спасибо вам большое удачи вам во всем спасибо всего всего хорошего спасибо Редактор субтитров А.Семкин